Книга открытым оком. Вопрос 2142. Тема власть. Добрый ли закон издает сегодняшняя власть по отношению верующих? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Пример для правителей может быть отношение к своим подопечным царя Константина. Вера и терпимость вот залог победы, если будем со словом Божьим в руках свободно нести благую весть. А сегодняшние архиереи московской сталинской обмерщенной патриархии так и тянутся за наручниками, чтобы снова всех несогласных с их лжеверой заковать, посадить, сгноить. Весьма изделопохожа сия жена на всех гонителей. Откровение 17.16. И десять рогов, которые ты видел на звере, сие возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Пример жития святых Константин, император, 21 мая. Став единодержавным властителем всей Римской империи и объявив веротерпимость во всей вселенной, Константин, однако, не был теплохладен в своей царственной жизни. Отказавшись от язычества и ставший во главу христианского общества, он в христианстве видел важнейшую опору империи, основной залог могущества и преуспевания государства, которое, по его мысли, должно пролагать путь к свободному, без насилий, во дворению Царствия Божия на земле, указывать и давать средства для воспитания и усовершенствования человеческого рода в духе Христовом. Тем не менее, Константин не оставил без внимания арианского дела. На первых порах он отправил обширное применительное послание к Александрию с убедительной просьбой к епископу Александру и Арию прекратить взаимный раздор. По мнению царя, неправ был и епископ по своей неосторожности и резким вопрошениями. Виноват и Арий, что расторг общения, не покорясь епископу. Он рекомендует обоим взять пример с философов, которые, хотя и спорят между собой, но уживаются мирно. При том же оба они стоят на общей почве. Оба признают божественное провидение, а потом им легко примириться. Субтитры создавал DimaTorzok